Всем самое доброе утро! Что делать, если вы вдруг потеряли память или произошло ЧП и вам срочно нужно установить личность? В этом вам поможет добровольная дактилоскопия. Что это такое, мы сейчас узнаем в управлении Министерства внутренних дел. Здравствуйте! Что вы хотели? Я бы хотела добровольно сделать дактилоскопию, только для начала мне нужно понять, что это такое. Расскажите, пожалуйста. Это информация, которая является уникальной, она содержится на наших отпечатках. То есть это обычно отпечатки пальцев? Да, они уникальны и они подлежат учету, и с помощью них мы можем проводить идентификацию личности, опознавать. А с какой целью вообще нужна вот эта добровольная дактилоскопия? Дактилоскопическая регистрация применяется для установления личности. Бывает, да, что человек теряется в незнакомой обстановке, теряется знание, не всегда способен сообщить данные своей личности. Сейчас что нам нужно сделать? С чего начать? Процедура проводится в отношении граждан Российской Федерации. Вы приходите с паспортом. Вот он у меня с собой есть. Замечательно. Вам необходимо заполнить заявление установленной формы. Ничего сложного здесь нет. В заполнении заявления действительно ничего сложного не оказалось. ФИО, ПОЛ, паспорт и так далее. После чего все проверяется инспектором, ведь дело-то не шуточное. Все, мы закончили? Да, документы у вас не приняли. Дальше вы идете проходить саму процедуру. О, все, я пошла. Прежде чем пройти саму процедуру, мои личные данные забиваются в электронном виде. Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как называется этот замечательный аппарат? Этот аппарат является многофункциональной дактилоскопической станцией. Именно она сейчас будет снимать с меня отпечатки. Совершенно верно. А это не больно, не страшно? Нет, тут всего лишь сканер находится, в котором установлены камеры. Они зафиксируют все ваши отпечатки с пальцев и сохранят в электронном виде. Здорово. Ну что, я думаю, можно приступать? Процедура тоже особого труда не составляет. Главное – правильно прикасаться к экрану аппарата. Никаких следов от черной краски на руках, а значит, друзья, не поленитесь и пройдите добровольную дактилоскопию для своего же блага. В общем, мне уже дали на руки отпечатки пальцев, мои распечатанные. Мне теперь нужно только расписаться и получить справочку. Да? Получается так? Совершенно верно. Здорово. Так, где расписаться? Здесь внизу, где подпись. Угу. И на другой. Не подарите мне один вариант? Нет, это не предусмотрено, к сожалению, все это остается у нас, но зато вам на руки выдается справка о том, что вы были у нас и что прошли эту процедуру. На самом деле дактилоскопия оказалась не очень сложной процедурой, можно сказать, даже приятной. Друзья, призываю вас добровольно придите и сделайте дактилоскопию, это будет вам же самим полезно. И самое вам доброе утро, пока-пока. Пока.